Спонсор показа – компания «Ксерокс» в Молдове. До эфира новостей остались считанные минуты. И самое интересное скоро начнется. Ну что ж, вот мы и пришли в «Святая святых» телевидение. Сейчас мы тебе будем показывать и рассказывать, как на самом деле делаются новости, и ты даже сможешь поприсутствовать при прямом эфире. Супер. Никогда, кстати, не присутствовала. Интересно. Заходи. Здравствуйте всем. Здравствуйте, здравствуйте. У нас сейчас рабочая атмосфера такая. Самые такие напряженные минутки. Кто-то еще готовит свой материал, который только привезен был. За этим можно понаблюдать буквально. Интересно, очень интересно. Пошли понаблюдаем. Пошли. Именно так, именно тут делаются новости. У меня Сара. А это Артур, который и будет их везти. Отлично. Посмотри за ним. Здравствуйте. День добрый. Ну и вот здесь вот монтируем все передачи, новости, что как происходит вот сейчас. В том числе и Директ Динвяца. Да, ну вот сейчас как раз просчитываем свежую серию, которая будет... Ой, я... Никого не узнаешь? Ой. Пошли посмотрим, откуда идет вещание. Пошли, пошли. Так все интересно. Взмите меня на работу. Я буду вам петь. Ваши свободные минуты. Именно отсюда идет вещание по всей стране. Ребятам не скучно, они смотрят несколько телевизоров одновременно. Да, не говори. Одного мало. Я когда была маленькая, мне все время казалось, что в телевизоре кто-то сидит. Я понял. Что ты понял? Карлсон, ты знаешь, она хочет попасть в телевизор. Я не представляла, как это идет вещание. Что там сидит человек все время, говорит кино тоже. Все это идет прямо в телевизоре. Все время пыталась сзади, смотрела, кто там. Все в прямом эфире происходит. Находила лампочки. Думала, что в лампочках тут маленькие люди. Вот видишь, кто сидит в телевизоре. Фантазерка. Фантазерка. Да, ну действительно, людей много работают над этим. Пошли посмотрим самое интересное, посмотрим студии. Пошли. А здесь проходит передача «Зеркало». Да? Нет, «Зеркало» проходит в другой студии. А, в другой студии. Здесь проходит вечерний разговор. И сегодня ты поиграешь в ведущую. Да ладно. Садись. Ну что, как тебе кухня телевизионная? Нравится ли тебе за кулисьей экрана? Да, очень нравится. Я на самом деле бывала во многих студиях. Но за стойкой новостей я никогда не стояла. А может быть, в будущем буду вести новости. А вдруг, кто знает. Ну вот, если бы тебе предоставилась возможность вести свою передачу, какую бы ты сделала? Я бы, наверное, сделала бы какое-то шоу. Интересное шоу. У меня очень много идей есть, как бы, да, по поводу передач своих. Во-первых, какое-то бы яркое шоу, такое, которое все бы смотрели. Запоминаешься очень. А было ли у тебя какое-то свое представление о телевидении? Может быть, что-то изменилось? Что-то ты увидела новое для себя? Ну, я как творческий человек, меня всегда тянет. Да, на телевидение, на радио, на сцену. Для себя нового ничего. В принципе, я всегда ожидала, что это так, да. Потому что, я повторю еще раз, что я не первый раз на студии телевизионной. Это, на самом деле, очень интересная работа, мне кажется. Хотя, очень многие говорят, что очень тяжело, очень трудно. Но пока не попробуешь, как говорится, не узнаешь. Мне кажется, что все легко и просто. Интересно. Ну, вот сейчас у нас будет возможность посмотреть, как Артур в прямом эфире будет не заученный текст, да, Артур? А читать с суфлера. Учил, учил, говори, все учил наизусть. Ночный спал, работа из работы. Вот так вот проходят последние приготовления. Как ты сказала, цепляют проводки агента 007. Да, да, агента 007. Везде проводки. Надо тебе дать микрофон, дать что-то спеть. Спой что-то. Субтитры создавал DimaTorzok. Есть ли ты новости? Нет. Вообще-вообще? Вообще не смотрю. Но есть ли что-то, что может тебя зацепить и заинтересовать? Что-то, на чем бы ты все-таки остановилась? Это на меня, что все цепляет, поэтому я их не смотрю, чтобы мне ничего не цепляло. И меньше, наверное, думать о каких-то чужих проблемах, задуматься о своих, да? Ну, я предпочитаю все-таки меньше смотреть новостей. А откуда ты почерпываешь информацию? Ты читаешь газеты, телевидение, интернет? С интернета все. Почему бы не заняться интересным и любимым делом? Фотографироваться, например. Фотография 9 на 12 С наивной подписью на память Фотография, где мог ты улыбаться Хотя улыбкой вряд ли что исправить Ура, молодец! Что будет происходить? Вот Люся у нас первый раз. У нас сейчас будет беседа, часовая беседа с гостем программы «Вещательный разговор» Будем говорить о проблемах агрария. Для городского жителя, может быть, тема скучная, но это, в принципе, то, с чем мы столкнемся ежедневно. Любим яблоки молдавские? Люся, Сихман, очень приятно. Мы заходим туда, откуда идет вещание, и мы хотим посмотреть, как это происходит вживую. Идем? Заходи. Смотри, у Саши есть очень много кнопочек, на которые он нажимает. Одному из британских аристокадов будет извлечение, будет разлучиться следующим образом. На самом деле, это очень сложная работа. И немного позитива. А ты смотришь эфиры, директор ли отца? Конечно, я видишь, даже знаю, когда, после какой-то передачи. Ну, все смотрим, все семьи. А все это кто? Вся семья, муж, дети, собаки, кошки. А кому больше нравится? Мне, конечно. А какая серия тебе понравилась больше всего? Только честно. Честно, вот мы вчера смотрели серию, где я готовила кролика. И мне кажется, она получилась очень интересная. Все, что вот, когда готовят, сготовка связана, мне кажется, интересно. Она получилась такая живая, яркая. Мне так кажется. Вообще не все получились хорошие. Вчера прямо я смотрела, мне же было интересно, что я там наготовила. Как? Все такая шустрая на кухне, оказывается. Так быстро-быстро. То, это, посуду помыла, приготовила, побежала, прибежала. Ну, как бы, в обычный день, когда я это все делала, наверное, я не замечаю. А по телевизору я увидела, конечно, что у меня... Реактивная Люся. Да-да-да. Что я очень шустрая. Мы были на твоей кухне, теперь ты на нашей. Теперь она ваша, да. И у вас тоже очень интересно. Правда, кроликов мы не убиваем. Да. Я тоже их не убиваю. Вот, знаешь, здесь я не волнуюсь. Не знаю, почему. Ну, сцене больше волнуешься, чем здесь. Здесь никого нету. Классно, уютно. Кофе встать. Меня хорошо слышно? ЗАЕЦ! Ты меня слышишь? СЛЫШИ! 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 О-о-о-о-о! О-о-о-о! О-о-о-о! Отлично! Ну и когда будете готовы, там, пару слов вечера. И-га! Вы смотрели Директ Денвятца. С вами была я, Люся Тихман. Желаю вам хорошего вечера. Оставайтесь с нами. Спонсор показа – компания «Ксерокс» в Молдове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова